Мы перепишем сейчас ваши цены. Это для того, чтобы выяснить, какие у нас средние цены на рынках. И потом сравним с хозяйственными ярмарками. Центральный городской рынок. Члены рабочей группы, в их числе и специалисты мэрии и народного контроля, проводят мониторинг цен. Проверяют стоимость овощей и фруктов, сахара, масла и круп. Цены на каждом прилавке фиксируют. Интересуются, откуда привезен товар и насколько обоснована его цена. А почему картофель? Вот когда это дороговато, мне кажется, 40 рублей. Привезти, заплатить бензин, привоз. Ну за все буквально платить надо. Место за все платим. Ту же картошку, но уже на ярмарке выходного дня на Мацесте можно купить по 20 рублей. Здесь вообще цены ниже, чем на рынке. Нам заранее звонит администрация, говорит, что цена вот такая, такая, такая. Допустим, картошка 23 рубля. Если меня устраивает, я еду. Ценники мы всегда нише положим, чтобы это же хозяйство не ярмарка. Здесь надо дешевле все. Мы оттуда привезем, сюда и все дешевле. Продавцы на ярмарках несут минимальные затраты за содержание торговых точек. Помимо этого, они не платят за торговое оборудование и освобождены от имущественного налога. Кроме того, у них нет необходимости иметь холодильники, оплачивать счета за электричество и ряд других привилегий. Торгуют только по выходным. За три дня надо все распродать, потому что назад в станице везти овощи и фрукты просто невыгодно. Потому и цены ниже. И, конечно, это привлекает перекупщиков. Они занимают места за прилавками, торгуют и в будние дни, естественно, уже по более высоким ценам, чем на рынках. Такие моменты мониторинговой группы будут выявлять и пресекать подобную торговлю. Ведь в конечном итоге, в том числе, и цены на продукты делают сочи непривлекательным, как город-курорт. Любое ценообразование входит в составляющую конкурентноспособности курорта. И если каждый, сидя в магазине шаговой доступности, в такси, где-либо в ресторане, в гостинице, будет думать, что он понемножку, по чуть-чуть еще и еще увеличит, все это в итоге, в общем, сделает все неконкурентноспособно. Каждый из нас должен понимать, в общем, и находясь в маленьком магазине, да, там, или находясь в больших сетевых магазинах, о том, что борьба за туристом может начинаться или начинается, в том числе, около его прилавка. Рейды по магазинам и супермаркетам, ярмаркам и рынкам будут продолжены. Сегодня важно понять, где и почему продают одинаковые товары по разным ценам и откуда в Сочи везут продукцию. Наказать за высокую стоимость продуктов продавцов по закону никак нельзя. Но вот покупатели всегда могут проголосовать рублем. Инга Габейшая, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.